Привет! 11 мая сегодня, 24 градуса жары у нас. Значит, кто-то задал вопрос, что, говорит, как вы относитесь в Америке к ношению оружия? Вот как люди, значит, носят оружие, да? Здесь исторически, ну как я отношусь? Плохо отношусь, конечно, безусловно. Ничего хорошего в этом нет, и, по моему мнению, вообще надо эти законы менять нафиг и делать так. Ну, о чем речь? Здесь исторически, поскольку это была страна, просто земля, и на нее съехались люди, вот так вот, да? Много лет назад это было, то есть она, эта страна не была древней, это новая страна. Поэтому люди завоевывали здесь земли, дрались друг с другом, боролись, ссорились и прочее, прочее. У кого-то что-то отбирали, значит, индейцев там выгоняли и прочее. То есть исторически сложилось так, что американец, значит, он, ну, типа, оружие применял. Да и так оно и осталось, и осталось. Но, что хочу сказать, что хочу сказать, случись такие законы, как у нас в России, ну, как здесь, что имеете право на ношение, то есть на ношение оружия, на имение оружия, на все такое. Они его, кстати, не очень-то и носят с собой, ну, в машине у кого-то есть, но вот я уже живу здесь 15 лет, да? Конечно, из моих вот с окружения, то есть вот из мужа и вокруг, нету тех, кто, ну, в основном случае не говорили так, когда там что-то, обсуждают, чтобы кто-то прямо с оружием, значит, прямо ездил и ходил. Ну, не знаю я, ну, может быть, кто-то где-то как живут по удаленности. Есть эти удаленные территории, как я вам говорила, что в лесу, в поле живет, кучки у него собак, и также он любит вот это вот, вот, вот эту ферму, не ферму, но вот этот простор, вот эти сараи построить, там в одном себе это деревянные штучки обрабатывать, делать, играться мужик, да? Есть вот такие вот просто лесные такие, лесные такие мужики, знаете, так вот их назвать. Там, конечно, нужно, потому что там кто знает, кто к тебе придет и так далее, но есть такое. Есть у людей коллекции оружия, они обязательно запрятаны в специальных там ящиках. Здесь законы по сейфам очень строгие, это да, вот. Вот, но и, тем не менее, случаются вот эти всякие убийства и прочее, но здесь, в принципе, да, если кто-то будет вламываться к тебе в дом, и ты его застрелишь, а не мэрчхер, и ты его застрелишь, тебе ничего не будет, только надо это, конечно, доказать, да, что он вламывался, вот, еще. Ну, что хочу сказать, по сравнению, если такие законы сделают в России, то есть сделать бы в России, то имейте в виду, что у нас там, я имею в виду, русские, да и украинцы, и все, постреляют вообще друг друга все, потому что у нас все, у нас очень пьют люди. Сейчас меньше пьют, но все равно вот эта вот виноводка, вот эта водка русская, она осталась, и, ну, нельзя. Нельзя, в наших странах я бы, ну, категорически была бы против, чтобы этот американский закон, например, у нас бы там работал, там бы вообще поубивали. Так что эта система разрешения оружия в России, конечно, не выдержит, ничего такого не будет, я вам точно говорю. Теперь здесь, конечно, люди обособленнее живут, они не беспокоят друг друга, здесь даже соседи порой не знают, что к чему, Ну, то есть, ну, не беспокоят они друг друга, понимаете? У нас в России все соседи друг друга знают до потери пульса. А если не знают, так спросят, придет. Тетя Муся спросит, а вы откуда, кто там, где вы работаете, будет спрашивать, да? О, так скажут, у вас это там хорошая зарплата, там, где вы работаете, да? Сколько же вы получаете? Вот это возможно. В Америке это просто невозможно, поэтому... Ну, только, может, какие-то тупорылые приезжие, типа, как тетя Муся приехала. Ой-ой-ой-ой, Аня, why so far? Вот, поэтому как-то здесь обособленнее и... Ну, не выпивают здесь с соседями на праздники, понимаете? Не зовут здесь соседей на свадьбы. Или как-то так вот с улицы, вот это вот, вот, улицей гулять. Ну, конечно, у нас уже тоже так это вот нету. Ну, все равно где-то по каким-то маленьким городкам это вот это вот есть, да? Кто там все друг друга знает и все такое. Все равно здесь даже по маленьким городкам. Все-таки друзья это друзья, а соседи это сосед. Просто сосед и все. Он даже может твою фамилию не знать, тот сосед. Никогда при том. Если это не столкнуло его ни с чем. Вот, ну, то есть нигде не столкнуло ни по документам, никто не пришел спросить полиции, что ваш сосед Иванов, а ты, а, оказывается, он Иванов, его фамилия, да? Вот, ну, типа такого нет, этого нет. Поэтому как-то здесь, мне кажется, меньше предпосылок к тому, что постреляют друг друга, ну, обычно, очень часто, что-то бывает по пьяни, да? То есть по пьяни здесь постреляли бы реже, чем в наших странах там. Вот, вот так бы я бы сказала. Так, ну, в общем, да, об случае-то я все, думаю, расскажу уж сегодня. Ходили мы как-то в этот магазин, мол, магазин, и знали это очень хорошо, и было это недалеко. Не ходили, в смысле, ездили. Вот, и там же в этом Starburst Coffee брали кофе. Ну, как-то так вот, шопаемся, и в том Starburst Coffee, значит, брали кофе пить. Вот, внутри в магазине, в один день подходим, ленточкой все опоясано, не работало. А, нет, шли туда, работало. То есть вот поднимались там на второй этаж, на эскалаторе, смотрим, ага, мы придем же пить кофе вниз, вот сейчас мы там полазим, давай попьем, давай. Завтрак был, ну. Спускаемся вниз, все, лентой обмотано, не заходить, и человек моет полы прямо около этого, по выходу. А Старбакс смотрит на, ну, это кофейня Старбакс, да, смотрит в мол, в мол, там, где люди ходят, да, внутри в коридор. Мол, да. И они, вот, это само, моет он полы. Рядом, прямо они не внутри в Старбаксе, а прямо на выходе. Тут вот моет, где люди еще не зашли в Старбакс, да. Я так смотрю, думаю, что случилось. Когда, значит, что-то такое, а вы будете работать, там, спросили мы. А, да, будем работать. Потом что-то мы посмотрим, опять он что-то еще не распаковал эти ленточки, к чему-то там эти ленточки запретительные. Такие временные были поставлены какие-то стойки, и на них ленточка. Опять мы спрашиваем, а что случилось, значит? Ага. Когда он говорит, значит, женщина была, или кто-то из женщин, из там этих вот проходящих рассказал, они работники. Работники обычно этого рассказывать не будут. Тоже вот здесь, знаете. Здесь вот эта вот болтливость такая, русская такая. Они приветливы американцам, но если вот такие дела, они так это вот не будут, это вот трепаться, знаете. Это кто-то рассказал, кто там, то ли рядом стоял, то ли тоже заходил. Короче, кто в курсе дела, или может какой-то продавец другого магазина, не знаю. Но дело в том, что, Жень, у женщины в сумке был пистолет. Идиотка еще, вот это еще бабы с пистолетом, я вот это не могу. А, значит, у женщины в сумке был пистолет. Она, значит, она когда расплачивала, никто никого там не обижал, никакой ссоры не было, ничего. Она расплачивалась с подружкой, они, говорит, смеялись. Теперь тетенька такая, 50 лет, слышите, с пистолетом. Две тетеньки лет 50. Они там, говорит, засмеялись, разговаривали. Кофе, значит, пить взяли, купили. А там же берешь этот кофе в Америке и начинаешь сахар сам насыпаешь на определенном столике, крем этот, вот, крем, ну, этот, там, сливки эти. Наливаешь или молоко, все сам, да, себе, сам себе. Сам себе, как так близко эта платформа едет. Господи, понизи. Вот он едет как-то не очень профессионально, дядька. Вот, сам себе же наливаешь, насыпаешь. Она то ли когда расплачивалась, то ли когда вот это сыпало, этот сахар, короче, перевернула свою сумку, что-то там доставала. На пистолет, как она нажала, представляете, он был заряженный, идиотка. Нажала, что она прострелила ногу своей подруги просто так, вот, нечаянно, слышите. В сумке запуталась, еще и бабы с пистолетами. Я не могу. В сумке у женщины, как у той Панемоники, помните, был кабачок 13 стульев, что она когда вывалила перед этим, Петр у нее был этот, как, ну, Петр ее школьный товарищ, да, она там все с ним дружила, с Панемоникой, это Ольга Аросева играет, да. И она когда вывалила из своей сумочки, начала ему рассказывать Петру, что это, нет, начала доставать по одному сначала вещи из сумочки, начала рассказывать, что это такое. И там на 30-е вещи он уже не мог выдержать это все. Потому что там со времен пятилетней давности лежат, ну, все, что хочет, совершенно ненужные вещи, да. И она, значит, вот это рылась, рылась в этой сумке, значит, и вот это вот нажала на этот. Еще и баба, я не могу, с этими сумочками с дамскими, слышишь, нашла, где пистолет хранить. Его надо где-то, ну, в определенном месте, я не знаю, в сумке в определенном отделении, в закрытом, на молнии, где-то так, чтобы ты туда не лазила между этими губной помадой и пудрой, искать кошелек и тут же пистолет. Это вообще пипец, понимаешь? Ну, в общем, так, он говорит, что у нее, значит, была целая сумка этого всяких там предметов, и вот она вот там вот не разобралась и вот нажала так, что прострелила сквозь свою сумку ногу подруги. Ну, вроде бы как мякоть прострелила, как они говорили, что когда скорая приехала ее забирать, а человек мыл, вот, ну, то есть работник этого кофейни, парень, мыл пол от крови. Эта женщина, когда вот это бегала, или уже она не бегала, ползала, что она наделала, что даже кровь била у входа в магазин. Ну, так сказали, когда скорая приехала, что похоже на то, что кость не прострелит. Слава тебе, Господи, представляете, она вот так. И вот мы были, ну, не свидетелем, ну, во всяком случае узнали это, это самое. Потом, я помню, что мы ушли с этого места, ради Бога, ну, как-то так неприятно, куда там. Потом опять что-то такое поднялись наверх, там на третий этаж шопались. Какой-то шопинг-день у нас был, что мы целый день в этом моле были. Вот, и опять поднялись, потом вышли вниз, там уже это прошло, там, часа два. Смотри, и спустились вниз уже уезжать, уходить домой. И смотрим, что открыли все-таки Starbucks Coffee. То есть уже все высохло, помыто, ленточки убрали, открыли к вечеру. То есть где-то полдня не работал этот магазин, да. Ну, пока же, наверное, наши следствия эти смотрели, как их полицейские. Вот, и таким образом, ну, и мы сказали, говорят, нет, уже все, до свидания. Я тогда сделала выводы, господи, думаю, ну, вот это ж тебе еще и так. Ну, и здесь разговор я слышала вот за эти годы о том, что, ну, вор, ну, кто-то на тебя там посекает или что. То, да, лучше его не применять, оружие, потому что ничего хорошего с этого не будет. Если он преступник, он изворотлив и он, ну, то есть ничего хорошего не будет. Абсолютно ничего хорошего не будет, потому что ты пострадаешь больше. Если ты начнешь стрелять, он начнет стрелять. А он стреляет более метко, не так, как сквозь губную помаду с пудреницей прострелить ногу подруги, понимаете? То есть вот, ну, вот в этом роде, что я помню, как в какой-то компании разговаривали, американцы говорили, так, слышите, применение оружия, это же, ты же его, говорит, еще сумею применить, потому что, говорит, все, что, ну, как-то по статистике это или как там, что там они имели в виду, что, ну, получается хуже для того, кто вроде бы правы на него нападают, ну, для него он страдает больше от применения оружия, чем тот, который преступник на тебя нападает. Вот таким образом. Вот. Коллекции знаю. Есть оружие у людей, но только коллекции дома. В общем, мальчики играют, вот это купят, положат. Ну, там тоже, там, чтобы купить, надо, конечно, эти документы и все такое прочее, безусловно. Но и все равно случается. Недавно случилось это, неделю, две недели назад, девочка, шестиклассница, откуда у нее взялось оружие, еще не выясняют, у родителей, скорее всего. Она в школе застрелила. Никто не умер, но три человека пострадало. Одна школьница, работник школы какой-то и учительница. Короче, выписали тех там на второй день. Ну, здесь вообще в больницах выписывают. Здесь, если делается аппендицит, то через день вы... Ну, если нет осложнений, конечно. А если есть осложнение, может, тоже. Да нет, если смотри, какие осложнения. Ну, там потом тебя привезут. Выписывают сразу, идешь домой. То есть, едешь, тебя кто-то забирает. Самому ехать нельзя, там правила такие, что ты звонишь родственникам, и тебя забирают или кто-то. Вот, поэтому здесь не держат долго в больницах. Я вспоминаю, как у наших, что держали безвылазно, безвыходно. Они все время боролись, медицинские работники, чтобы никто не выходил туда-сюда. Тюрьма, тюрьма такая, что вообще из больницы нельзя было. Даже если говоришь, что уколы сам делаешь, это почему начали все делать сами уколы, в том числе и я. Я умею уколы колоть. Договариваешься с врачом, ну, за определенную мзду. Ну, по-разному. Когда за мзду, когда за без мзды. Что я буду дома долечиваться, там вот уколы там осталось 5 дней, и сама проколю, только выпустите меня ради бога, потому что больничные условия в России не довели, господи. Ну, с одной стороны, может, знаете, это я такая, да, кто-то, кто очень болен, может быть, для них и лучше находиться в больнице дольше. Ну, безусловно, это индивидуально все, да, насколько человек болен. Но здесь не держат долго. Вот, поэтому прострелянные девочкой два работника школы и одна школьница выписались быстро из больницы. Вот, разбираются сейчас в каком-то штате, не знаю, это не у нас, разбираются сейчас где-то девочка взяла пистолет. Ну, вот, ну, в общем, об этом, значит. Мое мнение. Да, ну, у всех такое же мнение. Черт, и когда они уже это запретят. Я знаю, когда вот начались эти черных выступления, да, вот, ну, афроамериканских людей, я еще тогда сразу подумала, о, белые где-то, ну, смотря в каких районах. Города, конечно, вот так вот, смотря, как у нас тут Флорида, она напичкана людьми, курортные места. Здесь, конечно, все иначе по-другому. Но есть же люди живут там в прериях, в пустынях, им это нравится, имеют территории, это самое, собственные акры земли. Знаете, вот там вот, да, вот он, как, вот там вот, где сапоги, сапоги носят эти, ковбойские. Ну, то есть, ездят на этих, на... Ой. Ездят на джипах по этим, по корам, по долам. Вот, поэтому там, конечно, им оружие надо, и безусловно надо, потому что там и зверь может выскочить, и все, что хочешь. Вот, ну и там, конечно, этим, не знаю, женщины, да, женщины, может, имеют. Вот, но так вот за 15 лет моей жизни я нигде не слышала, чтобы кто-то кого-то вот застрелили. Знаете, вот соседи или друзей, соседи, вот сколько человек прошло. И я училась здесь в трех школах, разные были эти женщины, жены американцев, да, вот, совершенно разные люди американцы разных национальностей. Ну, амин, амин, я имею в виду, и амин. Я имею в виду разные национальности изначально, да, но чтобы вот кто-то рассказал историю, что там где-то кого-то застрелили, или мужа родственники, или муж, или как-то... Нет, ну, такого не было, все-таки это редко бывает. Ну, вот такие дела, вот. Ну, вообще, да, если кто-то подойдет к тебе, ты откроешь машину, залезешь в машину, и кто-то начнет тебя оттуда вытаскивать, если ты его застрелишь, тебе ничего не будет. Но, безусловно, будет судебный процесс, и спросят, а он что тебя вытаскивал? Ты его оскорбил, да? А, ну, если ты его оскорбил, и он тебя вытаскивал, и ты его застрелил, так, может, еще и сядешь, потому что не оскорбляй. Оскорбляй. Ну, вот. Короче говоря, правильно я помню, что эти говорили, что вообще применять оружие можно иметь, но применять его не надо. В большинстве случаев оно работает против человека того, который находится... Ну, который жертва, да? То есть жертва сама еще и страдает от своего же оружия, применяя его. Не от своего же, а то есть применяя его, ты делаешь хуже ситуацию. Вот такие дела. Ну, не во всех случаях все индивидуально, как я говорю, вот так вот. Ну, а так никогда мы об этом не думаем, никогда мы этого не замечаем, никто мне его никогда не показывал, никто мне его не... Ну, то есть так-так, ну, могут сказать, что у моего там мужа есть пистолет, да, или там другая скажет. Ну, никто этим не... Может, они друг другу мужики показывают, когда там сходятся, да, у кого там какая коллекция оружия там или что, да, а так нет. Ну, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok